На моем плакате изображен российский политик Владимир Карамурза, которого несколько дней назад приговорили к 25 годам колонии строгого режима, сразу по трем статьям. Это распространение фейков по российской армии, осуществление деятельности нежелательной организации и госизмена. Я считаю, что этот приговор это месть российской власти Карамурзе за то, что еще в 2012 году он содействовал принятию в США так называемого акта Магнитского. По этому акту накладываются персональные санкции на людей, ответственных за нарушение прав человека в России, за коррупцию. Этим лицам ограничивается объезд в США и в страны Европы, где позже были приняты аналогичные законы. Арестовывается их имущество, счета за границей и так далее. Очень вероятно, что российская власть решила отомстить Карамурзе именно за это. Он пережил две попытки отравления, которые Следственный комитет не стал расследовать. К счастью, Карамурза выжил, но теперь его посадили на 25 лет. Но даже зная, что ему грозит такой суровый срок, Карамурза ни на шаг не отступил от своих убеждений и продолжил их отстаивать. Я своим пикетом хочу донести до общества, что Владимир Карамурза является героем. Потому что, по моим убеждениям, далеко не все люди так считают. Многие люди даже в оппозиционной среде часто говорят. Какой смысл бороться за свои убеждения, если все кончится тем, что тебя посадят, побьют дубинкой, отштрафуют и так далее? Это совершенно недостойная точка зрения. Она показывает, что человек, который так говорит, он руководствуется в жизни не принципами и убеждениями, как Карамурза, допустим. А он руководствуется соображениями чисто прагматическими. И если пойти по такому пути, можно дойти до полного оправдания рабства. Действительно, зачем бороться за свободу, зачем рисковать, страдать из-за нее, если можно просто спокойно жить рабом и никакие репрессии тебя не коснутся. И с этой точки зрения, такие люди, как Карамурза, выглядят не героями, а дураками, которые напрасно собой рискуют. Именно так, по моим наблюдениям, рассуждает большая часть России. И именно в этом, на мой взгляд, как раз и заключается причина того режима, который утвердился в России, почти не встречая никакого сопротивления. Нужно понять, что если мы будем только прагматиками, если мы не поставим превыше всего наши убеждения, наши принципы и не начнем за них бороться, мы всегда будем рабами. И пока в России таких людей, как Карамурза, Яшин, Горинов и других политзаключенных будут считать дураками, а не героями, то в России невозможно никакие изменения к лучшему. Эти люди герои. Двух мнений тут быть не может. Спасибо.